МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ограничения сохраняются. На Ямале продлили действие режима повышенной готовности до 31 декабря. Архитектурное своеобразие городов Ямала, идеи и решения, приглашенные эксперты провели для муравленковцев уроки по архитектуре. От них зависит благополучие наших детей и их счастливое детство. Сегодня день дошкольного работника. На Ямале продлили действие режима повышенной готовности до конца года. Все ограничения, действующие в регионе, сохраняются до 31 декабря. В частности, жителям рекомендовано носить маски и соблюдать социальную дистанцию полтора метра. Кроме того, людям старше 65 лет с хроническими заболеваниями советуют соблюдать режим самоизоляции. Прибывающие на Ямал должны будут сдать ПЦР-тест не более чем за три дня. Исключение сделали для жителей региона, несовершеннолетних, вакцинированных или переболевших коронавирусом. Ещё отрицательный результат теста необходим будет предоставить после отпуска или командировки, если они длились более пяти дней. Исключение – сотрудники, привитые или перенёсшие коронавирус, но не более шести месяцев назад. Заполняемость кафе, ресторанов, спортзалов и кинотеатров в округе, которую недавно увеличили, по-прежнему не должна превышать 75%. На Ямале заболеваемость коронавирусом вновь начала расти. За последние сутки зарегистрировано 99 новых случаев инфекции. Положительными тестами оказались у 12 вахтовых рабочих, прибывших в округ из других регионов страны. Ещё 87 заболевших – это жители региона. По данным управления Роспотребнадзора по Ямалу, на 27 сентября в больницах округа получает лечение 597 пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями. За сутки скончались три человека. 69 находятся в тяжёлом состоянии, 22 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Выздоровел за сутки 61 человек. Вакцинация от гриппа продолжается. В Муравленко прививки поставили уже 44% взрослых и 31% детей от общего плана иммунизации. Врачи убеждены, своевременная вакцинация поможет подготовить организм к встрече с вирусом и снизить риск заболеваемости и возникновения осложнений. В первую очередь прививку ставят представителям групп РИСК, чья профессиональная деятельность связана с повышенной опасностью инфицирования. Чаще всего под удар попадают работники здравоохранения, образования, социальной сферы и правоохранительных органов. Конечно же, вакцинироваться необходимо нашим пожилым людям. Они у нас всегда находятся в группе риска к любым инфекциям. Это наши хронические пациенты, которые стоят на диспансерном учёте у любого специалиста. Особенно это сердечно-сосудистая патология, сахарный диабет, бронхиальная астма, то есть бронхолёгочные заболевания, онкологические пациенты. Это в первую очередь, конечно, мы ждём их на вакцинацию. Прививки муравленковцам делают бесплатно. Для этого в больницу поступило почти 7 тысяч доз вакцины. Савигрипп для взрослых и ультрик-сквадри для детей. Пройти иммунизацию можно в поликлинике или в прививочном пункте спортшколы Муравленко. У нас организованы выездные бригады, мы вакцинируем на предприятиях. Практически уже провакцинировали все муниципальные наши образования, то есть сады, школы, дополнительные образования. То есть эти все у нас организации уже провакцинированы. Медики обращают внимание, что вакцинироваться от гриппа можно не раньше, чем через месяц после завершения полного курса вакцинации от коронавируса. На сегодняшний день его прошли уже около 8,5 тысяч муравленковцев. При этом врачи уверены, вакцинация против гриппа и против коронавирусной инфекции в период пандемии приобретает особую важность. Все российские вакцины от новой коронавирусной инфекции адаптированы к тому, что вирус будет мутировать. Но так как вирус мутирует все-таки быстрее, чем вакцины создаются, поэтому и остается процент вероятности, что может вакцинированный человек заболеть. Но если человек вакцинирован, то заболеет он гораздо легче. И вакцинированные люди при инфицировании новой коронавирусной инфекции ни одного летального случая в Российской Федерации мы еще не зарегистрировали. Чтобы уберечь себя от инфекции в период повышенной заболеваемости, врачи рекомендуют придерживаться здорового образа жизни и соблюдать простые правила. Профилактика гриппа подразумевает это соблюдение правил личной гигиены. Это мытье рук сразу после того, как вы пришли домой с улицы. Кроме того, необходимо мыть руки до приема пищи, после приема пищи, до туалета, после посещения туалета. Чаще проветривайте помещения, избегайте места массового скопления населения. При первых признаках болезни, таких как высокая температура, озноб, боль в горле, заложенность носа, необходимо обратиться за медицинской помощью. Постановка правильного диагноза и своевременное лечение помогут избежать осложнений. Наталья Матюшкина, Сергей Лукович, Новости Муравленко. В Муравленко прошел образовательный интенсив, архитектурное своеобразие городов Ямала, идеи и решения. Спикерами стали московские эксперты в области развития арктических зон и инновационных технологий. Сегодня города Арктики стремительно развиваются. Современные вызовы диктуют появление новых стандартов и проектов застройки городских территорий с использованием современных архитектурных форм благоустройства. Проектирование городской среды и общественных пространств северных городов требует отличного от южных регионов подхода. К тому же федеральные власти пришли к окончательному выводу, что шаблоны к строительству и благоустройству городов на севере неприменимы. Поэтому требуется разработка отдельных строительных стандартов для арктической зоны. Наша цель – разработать документ, который поможет обмениваться опытом и который все это аккумулировать будет в себе. И, соответственно, в этом году у нас уже будет выпущено один документ. Это дизайн-код арктических поселений, который как раз будет объяснять, как регулировать внешний облик среды, как вообще это все внедрять в своем муниципалитете. И второй – это онлайн-библиотека, которая позволит нам обмениваться опытом всем. Создавать в Арктике городскую инфраструктуру непросто. Одна из главных проблем архитекторов и инженеров – фундаменты. Грунт тает, под землей появляется вода, которая разрушает постройки. Негативное влияние оказывают и сильные ветра, которые со временем выбивают и истончают стены. Новые разработки в области специальных химических добавок помогают улучшать качество бетона, уменьшать себестоимость возводимых конструкций и укреплять грунты основания дорог. Возможности и необходимость использования таких технологий в строительстве обсуждают участники интенсива – специалисты профильных управлений. Очень полезная информация в плане строительства. Многое очень узнали. У нас чуть-чуть по-другому делается. В их технологиях они вносят модернизацию, упрощают, делают ее более комфортным. Некоторые вещи, которые при строительстве утяжеляют объект, его делают гораздо меньше весом. За счет чего происходит то, что меньше нагрузки на грунт и уже на соответствующую конструкцию. Среди участников – специалисты в сфере градостроительства и благоустройства городской среды не только из Муравленка, но и других муниципальных образований Ямала – Тазовского, Надымского, Пуровского района и Губкинского. Некоторые технологии, особенно в дорожном строительстве, уже заинтересовали специалистов. И они строят планы по их применению у себя в муниципалитетах. Темы однозначно здесь все актуальны. Как защита бетонных конструкций, как стабилизация грунтов. Данные технологии очень уместно применять при строительстве дорог. Как мы понимаем, все состояния наших дорог на Ямале. Вот эта стабилизация нам вся поможет. Полезный опыт с коллегами почерпнул сейчас по подготовке торфяных смесей в течение года к последующим годам. Тема таяния вечной мерзлоты, тема стандарта объекта благоустройства, она, конечно же, актуальна. Потому что на сегодняшний день разработаны стандарты благоустройства городов средней полосы России, южной полосы. А наши северные регионы не уделены внимания. Очень ждем этот стандарт в 2022 году. Надеемся, что наши муниципальные образования попадут в этот пилотный проект. И действительно наши города станут комфортнее, уютнее и благоустроеннее. Внедрение технологий строительства и благоустройства районов Крайнего Севера невозможно без обсуждения темы вечной мерзлоты. Из-за глобального потепления средняя температура повышается, и лед, который служит фундаментом для зданий, начинает таять. Специалисты проводят температурный мониторинг для обеспечения безопасной эксплуатации зданий и сооружений в условиях мерзлых грунтов. Суть системы в том, что, чтобы контролировать процесс деградации многолетней мерзлоты, необходимо проводить температурный мониторинг. То есть необходимо следить за температурой грунтов в основании зданий и сооружений, чтобы вовремя можно было принять меры в случае, если происходит деградация многолетней мерзлоты. И, как правило, этот температурный мониторинг проводится вручную. Мы предложили автоматизировать этот процесс, используя современные сквозные технологии. Помимо образовательной части, для участников провели и экскурсию по городским объектам благоустройства, где показали эстетику парковых пространств севера и поделились успешно реализованными практиками. Такие мероприятия позволяют не только узнать о новых технологиях и современных тенденциях, но и обменяться опытом с коллегами. Мы уже с некоторыми коллегами обсуждали те же самые вопросы по обмену опытом, как они в режиме одного окна организуют административные процедуры по земляным работам, выходили на объекты, нам показывали те общественные территории, которые они уже реализовали. И, в принципе, реализовали довольно-таки успешно и красиво, что можно было и посмотреть, и спросить, с какими подрядчиками они общаются. Напомним, проект проведения такого архитектурного интенсива в Муравленко предложила жительница города Анна Губер на форуме молодежи КодРЭД. Идею одобрили, на её реализацию был выделен грант. Я считаю, что сегодняшняя встреча вообще очень полезна для нас всех, потому что обмен опытом, практиками – это всё очень важно и нужно для каждого из нас, чтобы уже на местах делать какие-то новые проекты и улучшать жизнь нашего города, да и региона в целом. Наталья Матюшкина, Дарья Тюменцева, Сергей Лукович, Новости Муравленко. Ямал готов к всероссийской переписи населения. Основной этап стартует уже 15 октября, а завершится в середине ноября. В округе задействуют более тысячи переписчиков и 200 волонтёров. Они будут одеты в фирменные жилеты, иметь удостоверение, сумку с символикой Росстата и планшет. Уже известно, что опросный лист состоит из 30 пунктов, например, пол, возраст и национальность. Анкетирование займёт не более 10 минут, утверждают специалисты. Отметим, что впервые в этом году будет запущен сервис по прохождению переписи в электронном виде на портале Госуслуг. Пройти процедуру жители Ямала смогут там, где им удобно – на дому, в многофункциональных центрах или онлайн. Все желающие смогут при наличии подтверждённой записи на портале Госуслуг заполнить анкету самостоятельно. После чего будет присвоен QR-код жителю, который необходимо будет показать переписчику. Будет организована перепись на 153 переписных участков, то есть куда может подойти любой житель, который не желает по каким-либо причинам, чтобы к нему приходил переписчик. Это его право. А также будет проводиться в 15 многофункциональных центрах, которые охватывают у нас все муниципальные образования. Муравленковцы награждены различными наградами за трудовые успехи и в связи с профессиональными праздниками. За многолетний добросовестный труд и успехи профессиональной деятельности почётной грамоты губернатора Ямала награждена специалист по кадрам детского сада «Оленёнок» Татьяна Николаева. Благодарностями главы региона отмечены сотрудники дошкольных учреждений Елизавета Железняк, Лариса Загоскина, Люция Камалдинова, Оксана Оленич, Мария Сарычева. В связи с 20-летним юбилеем со дня образования Управления коммунального заказа благодарность губернатора объявлена Данилу Пашину и Дмитрию Соколенко. Благодарственные адреса администрации вручены Лейсан Аубакировой, Антону Лазареву и Алине Христенко. Благодарность законодательного собрания округа объявлена Елене Ткаченко и Галине Шиховой. Дипломами диктанта победы отмечены Николай Атаманов и Татьяна Миронова. Сегодня работники дошкольного образования отмечают свой профессиональный праздник. В Муравленко функционирует 11 детских садов. Воспитанием детей занимаются более 400 работников дошкольного образования. Среди них учитель-логопед детского сада «Буратино» Юлия Грохотова. Будем пальчики считать. Вот кулак, а вот ладошка. Юлия Грохотова уже три года учит маленьких воспитанников детского сада «Буратино» разговаривать правильно. Свою профессиональную деятельность молодой специалист начала с должности воспитателя в интернате для детей коренных малочисленных народов Севера. Но мечту работать по специальности не оставляла. Я очень хотела работать именно логопедом. Поэтому, наверное, еженедельно я рассылала резюме. Ходила на различные собеседования. И вот через год в детском саду «Буратино», в котором мы сейчас и находимся, освободилось место. И я с огромной радостью пришла сюда. Занятия в логопункте детского сада посещают дети старшей и подготовительной групп. В своей работе Юлия старается использовать не только традиционные методы исправления дефектов речи. Часто прибегает к нестандартным занятиям, которые разрабатывает, продумывает до мелочей сама. Говорит, в первую очередь, ребёнок не должен потерять интерес. Ведь на постановку даже одного звука могут уйти месяцы. Заборчик. Посмотри на себя, Даш, как ты делаешь. Трубочка. Окошко. А теперь представили, что мама нам купила очень вкусную жевательную резинку. Конечно же, основная задача наших логопедических занятий – это постановка звуков, дифференциация звуков, автоматизация. Но и также мы работаем над развитием мелкой моторики. Просто, я считаю, как я это делаю, ориентироваться в первую очередь на особенности ребёнка, на его интересы и стараться делать так, чтобы логопедическая коррекция была ребёнку интересна, чтобы ему было несложно. Умное зеркало, чудо-кубики, сундучок с сюрпризом, генератор активности. Набор инструментов для работы с детьми у логопеда довольно обширный. Среди этого разнообразия Юлия особо выделяет занятия с песком. Выпускай побольше. Ш. Ш. С. Отлично, молодец. Это уже доказано всеми учёными, мне кажется, мира, что чем лучше развита тонкая моторика пальцев рук, тем проще ребёнку осваивать речь. Я очень люблю в этом плане, вернее, использовать песок. И песок необычный, а цветной. Это как раз-таки тема моего выступления на окружном конкурсе. В этом году Юлия Грохотова представляла наш город на окружном этапе конкурса педагогического мастерства в номинации «Педагогический дебют», на котором поделилась опытом работы и разработкой авторских методик. В конкурсе приняли участие 19 человек. Борьба была достаточно сложная. Соперники, могу сказать, что были очень сильные. И я очень благодарна за то, что я была там, потому что я на самом деле очень многому научилась. Я могу сказать, что, наверное, как молодой специалист я там за эту неделю выросла. Активная деятельность молодого специалиста не остаётся незамеченной. Сотрудники детского сада отзываются о Юлии как о профессионале своего дела. Это целеустремлённый, молодой творческий педагог, который использует в своей педагогической деятельности инновационные методы. Это приёмы, методы, современное оборудование, которое всё влияет на развитие успешного ребёнка. Чтобы быть лучшим, нужно не бояться экспериментов, дерзать и заражать своим энтузиазмом окружающих, считает Юлия Грохотова. И при таком подходе к работе обязательно всё получится, и будут победы в различных конкурсах. Анна Мария, Пётр Князев, Новости Муравленко. Сайты правительства и Законодательного собрания Ямала заняли третье место из 170 порталов государственных органов субъектов России. В рамках проекта «Монитор госсайтов» ямальские площадки отметили бронзы по индексу надёжности. Это означает, что посетители этих сайтов могут абсолютно безопасно передавать свои персональные данные, например, заполняя формы обращения. Все данные пользователей будут зашифровываться. При этом посетителям не нужно устанавливать какое-либо специальное программное обеспечение. Данные передаются автоматически. Более ста муравленковцев, вооружившись кроссовками, шагомерами и просто отличным настроением, вышли на трассу лыжной базы, чтобы активно использовать для здоровья провести Всероссийский день ходьбы. На двухкилометровую дистанцию вышли все желающие, независимо от пола, возраста и физических возможностей. Кто-то под задорной песней, кто-то под дружеские разговоры. Участники Всероссийской акции с удовольствием отправились по намеченному маршруту. Прекрасная погода, такой красивый лес. Ну, знаете, настроение хорошее. Выходной день. Почему вы не пройтись? В моем возрасте нужно заниматься спортом. А ходьба, в частности, помогает вам? Конечно, я везде пешком хожу. Я никогда ни на автобусах, ни на машинах не езжу. Я пешком хожу. Решила взять ребятишек с собой, тем образом, приучая их к здоровому образу жизни. Очень полезная ходьба в нашем современном мире, когда есть велосипеды, самокаты, транспорт. Ну, нам понравилось. Главная цель акции – популяризация здорового образа жизни, физической активности и вовлечения как можно большего числа жителей нашего города в занятия спортом. Ну, как мы сами знаем, ходьба полезна. То есть для нее не нужно никаких специального оборудования, одежды. Ну, и с хорошим настроением у нас наши жители города прошлись по лыжной трассе. В спортивной школе Муравленко прошел спортивный развлекательный праздник для детей особой заботы – День здоровья. Юные муравленковцы весело провели время и попробовали свои силы в различных эстафетах. Мальчишки и девчонки играют, веселятся и просто рады, что проводят время вместе. Спортивно-развлекательный праздник, организованный спортивной школой Муравленко, в очередной раз объединил ребят особой заботы. Это наше ежегодное мероприятие, День здоровья. Мы проводим в спортивной школе это мероприятие. Детки участвуют с удовольствием после отпуска, после перерыва. Встретились, поговорили, что такое здоровье, попрыгали, побегали, повеселились. Провели здоровый выходной день. Собравшись в одну большую команду, ребята проходят различные спортивные конкурсы. Каждый проявляет свою ловкость и волю к победе. Мне он очень понравился. Что понравилось? Так-то все, особенно когда мы там бегали с ложками и со шариками. Самое сложное показалось мне, что там, где надо было мешки с песком пронести на голове. Сегодня Елизавету Яшкову выбрали капитаном команды. Для Лизы это большая ответственность. Лидер волнуется. Ее команда должна пройти все испытания быстро и без ошибок. Мне понравилось все. Я была сегодня капитаном команды. Расскажи, пожалуйста, как тебе было быть капитаном команды? Здорово! Мне здорово! Я собрала слово «здоровье». В этот раз для ребят приготовили программу не только со спортивными состязаниями, но и с творческими и познавательными заданиями. С юными муравленковцами поговорили о вредной и полезной еде, фруктах, овощах и витаминах. Для многих из ребят и их родителей такие мероприятия – целое событие. Конечно, главная цель в этом празднике спорта – не победа, а социализация ребят. Семьи с особенными детьми с большим удовольствием принимают участие в подобных праздниках. Детки как-то сплоченнее становятся в группе, играют, участвуют. Надо, конечно, быть почаще, деткам интересно. Такие мероприятия очень важны для наших деток, потому что в силу своих особенностей они у нас не все вот эти организации посещают. И, конечно, здесь вот они больше у них знакомств происходят, социализируются, играют здесь. Участники праздника с удовольствием прошли все этапы соревнований, получили заряд позитивных эмоций и хорошего настроения. И еще раз доказали, что их возможности без границ. Конечно, без наград никто не остался. Все ребята получили грамоты и денежные призы. Дарья Тюменцева, Сергей Лукович, Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте муравленко24.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова